Это программа День с толком, в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Отечественных семян сахарной свеклы лишь 5%. Так будет ли что сеять в этом году и над чем нужно работать нашим селекционерам? Кадровый дефицит почти 3000 медработников. Как его собираются устранять власти? Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Как это отмечали в Барнауле? 800 врачей и 2000 специалистов среднего медзвена. Столько сегодня не достает алтайскому здравоохранению. Проблема кадров по-прежнему самая острая. Она и была в центре внимания на заседании коллеги регионального Минздрава. Сейчас задача не только министерства, но и руководства медучреждений создать все условия, чтобы кадры не покидали Алтайский край. Причем не только молодые, но и зрелого возраста. По словам регионального министра, в числе первоочередных задач принятия нового закона о поддержке кадров, уже в мае его планируют рассмотреть в первом чтении на сессии АКЗС. Чтобы избежать оттоков в другие регионы, планируют повышать заработную плату по первоочередным специальностям. Она должна быть и не ниже, чем в целом по Сибири. Если мы на сегодня имеем порядка 53-54 тысяч рублей средний уровень оплаты труда в отрасли, то доплаты у участкового терапевта составят с этого года плюс 9 тысяч рублей. В следующем году, то есть на втором году уже 13,5 тысяч рублей и плюс 22 тысячи рублей ежемесячной выплаты к его основной заработной плате. В общей сложности на мероприятия по сохранению и закреплению кадров из разных источников планируют в ближайшие три года дополнительно выделить полтора миллиарда рублей. Это, по словам министра, позволит к 2025 году закрыть основные пробелы по врачебным специальностям, прежде всего по участковым педиатрам и терапевтам. Новое рентген-хирургическое оборудование появилось в Алтайском онкодиспансере «Надежда». Оно позволяет лечить пациентов с запущенными стадиями рака. Подробнее об открывшихся перспективах в терапии онкобальных расскажем далее. Четкая картинка, точное изображение и длительность использования. Новая рентгеновская система из-за границы поступила в край по федеральной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». Стоит она больше 17 миллионов рублей, но, возможно, для пациентов онкодиспансера скоро станет бесценной. Установка хоть и не лечит радикально, но продлевает жизнь однозначно. Эффект от эмболизации, если не наступит реканализация, достаточно долгий. От трех месяцев делается кровоостанавливающая наша операция, и потом пациент возвращается в профильное отделение. Либо урологи, либо гинекологи занимаются своими пациентами далее. Пациент в сознании дискомфорта никакого. Процедура длится менее получаса. Причем операция максимально щадящая, без хирургических травм. Через небольшой прокол, через бедренную артерию вводится проводник, катетер, систему. Подводится непосредственно к источнику кровотечения, и туда вводятся сферы. В неделю проводится в среднем 5-7 процедур. Ежемесячные технические возможности оперблока – 40 человек. А по поводу дорогостоящих заграничных расходников импортного оборудования медики пояснили следующее. Расходные материалы у нас, в общем-то, частично были приобретены заранее. Поставленное оборудование имеет гарантию производителя. То есть, в любом случае, на территории нашей страны имеются организации, представляющие производители и осуществляющие сервисное обслуживание оборудования. От своих обязательств никто не отказался. Благодаря новому оборудованию и современной методике лечения можно достичь стойко ремиссии у пациента. А благодаря стабилизации состояния и выбранному времени врачи могут разработать для онкопациента дальнейшую тактику лечения. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. 50 лет в борьбе за жизнь. Рубцовский онкодиспансер подводит итоги полувековой работы. Учреждение оказывает медпомощь не только жителям своего города, но и 11 ближайших районов. Местные доктора берутся за лечение пациентов даже с запущенными стадиями рака. Как и чем живет диспансер сегодня, узнавала Анара Шагирова. Лечение пациента в онкодиспансерии не начинается без анализов на кровь. От работы Ольги Чувардиной вот уже 40 с лишним лет зависит, каким образом будет идти борьба за выживание. Будь то химиотерапия, лучевое лечение или другие способы. И кто, как не она, знает в нюансах, насколько серьезно с советских времен медицина шагнула вперед. Поставка сейчас идет реактивов, уже целенаправленно. Все разведено, все в коробках, раньше мы все это получали в цистернах, во всяких стеклянных пробирочках, колбочках, сами все разводили. Рубцовский онкодиспансер оснащен оборудованием мирового стандарта. Это и универсальные операционные столы, современные мониторы и видеогастроскопы. То, что неизвестно обывателю даже на слух, является хорошим подспорьем в выявлении онкологии. Последнее оборудование доставили накануне. Поставка по нацпроекту обошлась в 29 миллионов рублей. Мы, в принципе, научились лечить пациентов, уже исходя из анализа той патологии, которая у него есть, даже на молекулярном уровне, на молекулярно-генетическом уровне. И поэтому за последние годы в практику внедрено лечение многих нозологий современными препаратами. Раньше, к сожалению, это лечение было не совсем доступно. Сегодня Рубцовский онкодиспансер – единственное специализированное учреждение подобного плана для 300 тысяч человек из 12 районов края, таких как Локтевский, Угловский и Змейногорский, которые достаточно удалены от Барнаула. Анна Рашагирова, День с толком. В Ребрихе накануне простились с земляком Артемом Лидером, который погиб при исполнении воинского долга. Парень участвовал в спецоперации на территории Украины. О смерти Артема сообщает интернет-сообщество «Инцидент Барнаул» со ссылкой на тетю погибшего. Женщина рассказала, что Артему посмертно присвоен орден мужества, а на Аллее Славы в Ребрихе в ближайшее время установит его фотографию. В крае в самом разгаре подготовка к посевной, но из-за санкций алтайские аграрии уже испытывают трудности с семенами. Не секрет, что наше сельское хозяйство в последние годы во многом зависело от импортного материала. Так, из-за рубежа завозили 90% семян картошки и почти 100% семян сахарной свеклы. В условиях санкций производственная безопасность страны приобретает особую значимость. Мы выясняли, будет ли что сеять в крае этой весной, каковы дальнейшие перспективы отрасли и от чего они зависят. Съять меньше Илья Мурзинов начал не сегодня. Когда-то отказался сажать морковь и картошку из-за цены импортных семян. Капусту еще выращивает, на ее семенах получалось экономить. Покупал их в местной западно-сибирской овощной станции. Сорт «Надежда» вырастал, хороший ровный качан. Все качаны похожи друг на друга. Семена были намного доступнее. Теперь, конечно, можно купить эти семена «Надежда», «Подарок», только там вырастает непонятно что. Вы перешли на иностранные семена, да? Ну да. Семена уже подорожали вдвое, но выход фермер нашел. Все зерновые ими кормит скот, который потом продает. Оборот позволяет выращивать овощи. Семена зерна, по словам властей, у фермеров закуплены. Эту посевную проведут, я надеюсь, без срывов. Дальше будем смотреть, потому что по многим культурам семян нашей селекции российской фактически нет. Если брать тот же картофель, если брать сою, если брать кукурузу, подсолнечник. По словам фермеров, самый импортозависимый – подсолнечник и рапс. По данным Краевого Ментельхоза, доля зарубежных семян по ним – 18,6% соответственно. К нам завозят отдельные партии гибрида кукурузы. А эксперт одного из местных агроцентров, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что отечественных семян сахарной свеклы – лишь 5%. Казалось бы, важные для России культуры должны выводить у нас, и эту работу ведут. Но после последней аграрной реформы – гораздо в меньших объемах. Раньше была сеть аграрных центров, но потом их начали объединять с научными. В этом занимаются селекции семян овощей, и есть еще два учреждения. Центр агробиотехнологии выводит семена зерновых и зернобобовых, а институт имени Лисовенко – садово-плодовые культуры. Наши аграрии готовы покупать больше неимпортных семян. Но все непросто. Семена выводят несколько лет, к примеру, свеклы – два года, а селекционеры – специалисты штучные. Это сейчас самая, наверное, востребованная профессия. И хотя выпускают агрономов не меньше, чем в СССР, в научные институты сельского хозяйства и селекционные центры, где выводят семена, приходят единицы. Дело в зарплате и состоянии сферы. А еще минус отечественной селекции – непакетное обслуживание. За границей вместе с семенами со скидки предлагают удобрения и химзащиту. У нас такого нет. Но ми сельхоз края санкции не пугают. В 2022 году посевная площадь сельхозкультур составит 5 с лишним миллионов гектаров. Это на 32 тысячи гектаров больше, чем в прошлом. Вырастут площади сева зерновых и зернобобовых, сои, овощи бахчевых и картофеля. Чиновники уверены, у нас достаточно конкурентно способных сортов семян. Эксперты оптимизм не разделяют. Если не начать вкладывать в развитие отечественного семеноводства, проблемы с дефицитом культур мы почувствуем. Не сейчас, так уже через год. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Будьте внимательны, когда читаете новости. Не все из них правдивы. Далее уже ставшая традиционной в последнее время рубрика «Антифейк». Слово передаю Софии Яценко. Российские семьи в марте получат 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Такая новость появилась на просторах интернета. Но не успели радостные мамочки начать планировать, на что потратить деньги, как СМИ стали выкладывать опровержения. Фейковая новость появилась после того, как президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о мерах поддержки российских семей. При этом глава государства подчеркнул, в качестве госпомощи малоимущие и малообеспеченные семьи получат выплаты на детей от 8 до 16 лет. Также он напомнил о ежемесячных выплатах семьям с низким уровнем достатка, где есть дети до 7 лет, и родителям-одиночкам, у которых есть дети в возрасте от 8 до 16 лет. Однако речи о марте не было. В Пенсионном фонде России посоветовали ориентироваться на достоверную информацию, которая публикуется на официальном сайте ведомства. В России планируют ужесточить наказание для жителей страны за куплю-продажу валюты на черном рынке, причем в ближайшее время. Такая информация появилась на разных сайтах, например, Банкеру и РИА Новости. Но и эту новость признали фейком. Ее опровергли в Совете Федерации. Как пишут ведомости, вице-спикер Верхней Палаты, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев пояснил, что такой вопрос в Совете Федерации не рассматривается. По его словам, никаких дополнительных мер по ужесточению наказания за продажу или покупку валюты не обсуждали ни в Совете, ни в правительственной комиссии. Новость о том, что в России будет дефицит лекарств, вызвал панику, особенно у тех, кому необходимо получать медикаментозную помощь систематически. В связи с этим в аптеках страны начался ажиотаж. Такую информацию публиковали на сайте РИА Новости. Однако в Минпромторге заявили, что в стране имеются все жизненно необходимые лекарства. Также в пресс-службе ведомства сообщили, что медицинские изделия не подвергаются санкциям, а значит, для жителей России лекарства будут доступны. Более 30 миллиардов рублей на экономику Барнаула, рост в 10% зарплат бюджетников. Мэр города Вячеслав Франко читался сегодня об итогах работы за прошлый год. 2021-й, по словам городоначальника, оказался продуктивным. Были яркие положительные события. Так, в столице края присвоено почетное звание города трудовой доблести. Обновился герб и флаг. Но не обошлось и без трудностей. Об этом в сюжете. Среди достижений года уменьшение в 6 раз безработицы, полное завершение запланированного дорожного ремонта, рост бюджета города на 12%. Настоящим авангардом развития Барнаула, по словам мэра, стала строительная сфера. Достигнут рекордный объем введенного жилья. Более 680 тысяч квадратных метров. Каждый час на протяжении года появлялась новая квартира. Барнаул уверенно входит в стройку лидеров по вводу жилья в Сибирском федеральном округе. А Барнаульские компании – сотню лучших застройщиков России. Благодаря строителям мы не приросли долгостроями. Социальные объекты строились, несмотря даже на постоянное удорожание материалов. Как итог, плюс 4 новых детских сада на более чем 1000 мест. Не стоит на месте и транспортная сфера. Вячеслав Франк пояснил, подорожание проезда в декабре было мерой вынужденной. Благодаря ей удалось обновить более 60 автобусов. Однако проблема решена не в полной мере. По словам городоначальника, не удается пока полностью решить вопрос с расселением аварийных домов, убылью населения и спадом рождаемости. Но при этом глава города не говорит и депутаты о том, что же делать, мы все равно не решим. А мы ставим следующую задачу искать программы, взаимодействовать с высшими уровнями парламента, добиваться вступления в федеральные какие-то проекты для того, чтобы решать. Депутат Госдумы Данил Бесарабов в свою очередь дал высокую оценку работе мэра и призвал депутатов объединиться, чтобы решить насущные проблемы. Город должен стать той площадкой, тем мобилизационным штабом, чтобы решать вопросы импортозамещения, поддержки горожан. И только это позволит нам в эти непростые времена выстоять Вячеслав Генрихович, его команда, которую надо признать, одна из самых эффективных, я так скажу, управленческих команд в нашем крае. Отчет мэра поддержало большинство депутатов Гордумы. Ни один не проголосовал против. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Журналисты нашего телеканала оказались заблокированными. Их три часа удерживали, не позволяя покинуть территорию Барнаульского садоводства. Туда они приехали для освещения земельного конфликта, который с развитием разгорается все сильнее. В чем суть спора, расскажет Валентина Аскерова. Утилизируют сюда мусор. Он сэкономил на вот этом мусоре миллионы рублей. На полигон мусор не вывозят, а складируют прямо на строительной площадке. Возмущается Александр Приходько поведением своего соседа. Бизнесмен Сергей Сухоруких своими застройками наносит ущерб природным ресурсам. Строительные отходы перекрыли ручей, который ранее впадал в обь, говорит мужчина. Сейчас это болото стоять будет здесь. Смотрите, вот это все затопит. Полчища комаров, змеи и все прочее. Вот эти соседи, они в пожилом возрасте, они вынуждены были продать вот этот сад, потому что невозможно дышать. А еще утверждает пенсионер, что Сухоруких незаконно захватил Берри Каби и приговорил его дом к разрушению. Он срезает вот этот грунт, подкапывая у меня. Теперь он вот это все плохо закрепил, и земля начинает сползать. Связываться с Сергеем Сухоруких не пришлось. Бизнесмен подъехал сам. Я не хочу с вами разговаривать. Я уже сказал вам, вы неприятный человек, вы все время обманываетесь. По словам Сергея Сухоруких, он ничего не нарушает, а лишь благоустраивает частную территорию, где в будущем построят дом. На сегодняшний день ни одной ко мне инстанции на протяжении десяти лет, которые проверяли это все, незаконных действий не обнаружено. После разговора мы продолжили съемку, и когда хотели уехать из садоводства, обнаружили, что предприниматель закрыл ворота на ключ. Мы оказались в ловушке. Сергей Сухоруких заблокировал нам выезд, а между тем это воспрепятствование журналистской деятельности. За это грозит уголовная ответственность. Я жду, где здесь будет вывеска, что это частная собственность, и номер этого участка. Тогда я не заеду сюда. Не-не-не, я вас туда не удерживаю. Я не могу ключи найти, представляете? Я поехал. После трехчасового плена, благодаря правоохранителям, нам удалось выбраться и уехать. Мы написали заявление по факту незаконного удержания, а также направили запрос в Министерство природных ресурсов края с просьбой провести проверку и выяснить, наносят ли строительные работы вред природе. Также мы запросили комментарий у Росреестра по поводу реальных границ семейных участков Сергея Сухоруких. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили сегодня в Барнауле. На торжественный митинг-концерт «За мир за Россию» пришло больше трех тысяч горожан. Окна многих зданий украсили триколором, а с приближением сумерек зажгли в них свет таким образом, чтобы получилась буква «З». Ровно восемь лет назад в Георгиевском зале Кремля подписали межгосударственный договор о том, что Крым и Севастополь стали субъектами нашей страны. Воссоединение с Россией, а также в поддержку действий вооруженных сил спецопераций на Украине в Барнауле отметили торжественно. На патриотическом концерте в Манеже «Темп» яблоку негде упасть. Люди скандируют, размахивают флагами, подпевают выступающим, лучшим творческим коллективом города. «Россия! Россия! В этом слове огонь и сила!» Среди почетных участников – губернатор края. «Несмотря на огромное давление разных сторон и разных сил, и Крым, и Севастополь устойчиво развиваются и строят свое будущее как субъекты Российской Федерации. А вся наша страна полна решимости преодолеть все трудности». В знак крымской весны окна многих крупных зданий в городе украсили триколором. «Я положительно отношусь. Я же вам говорил, вон танк стоит. Готов хоть завтра отправиться, помогать нашим ребятам в Донбасс. Не хватает только одного символа – буквы «З». И афганцы рядом. Я думаю, что они бы не против его отдать на фронт. Это же ведь, ну смотрите, он готовый. Солярки налейте и вперед на нем». А с приближением сумерек в окнах зажгли свет, чтобы получились буквы «З» и «В», а также слово «Крым». Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Алтай ждет массовый наплыв отдыхающих этим летом. По крайней мере, в этом уверены сотрудники региональной ассоциации туризма. На днях они вернулись из Москвы, где завершились крупные международные туристические выставки. Внимание к турам на Алтай, уверяют специалисты, было повышенным. В столице проходили выставки «Интурмаркет» и «МТТАЙ». Стенды края в общей сложности посетили более 20 тысяч человек. Они активно интересовались маршрутами и направлениями, вариантами размещения, а также лечебно-оздоровительными программами и гастрономическими брендами. Очень популярной темой сегодня являются отдых и оздоровление в Белокурихе и постковидные программы реабилитации. Актуальная тема – это летняя Чуйского тракта. Ну и, конечно же, это различные виды туров, которые связаны с посещением нестроновой природы. Это и без горя Алтай, это наши соленые озера. То есть все это в тренде, это актуально и популярно. Специалисты уверены, несмотря на сложное экономическое положение, число отдыхающих на Алтае в этом году многократно превысит трафик прошлого года. Правда, в основном это будут россияне. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok